И едем с вами дальше, отправляемся из Франкфурта на Огаре, сниму еще немного маршрут, следующая станция Фюрстенвальд. Франкфурт, 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 франкфурт. Выездной сигнал нам показал выезд со скоростью 60, желтая лампа и желтая полоса вместе подговорят 60. И сверху зеленая лампа, что дальше с плановой скоростью. Смотрите, пока мы стояли всего лишь 5 минут, солнце взошло и уже никакого тумана. 60 мы держим, там пленки 8, 80,5 километровой. Это стоит в фармплане, и оттуда можем ускоряться. Сперва 80, потом 140, потом 160. КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Мы с вами в Вайсенхютенштадте, когда ранжировали, маневрировали, готовили поезда, но рано утром, в глубоком тумане. Если не видели эту часть, то обязательно посмотрите. И сегодня вторая часть. Начинаем именно там, где закончили первую. То есть, как я уже сказал, мы подготовили два поезда в Айсенхютенштадте, поманеврировали, потом доехали по туману красивому от Айсенхютенштадта. Здесь, кстати, видите, тоже местами туман еще сохраняется. Доехали от Айсенхютенштадта до Франкфурта на Одере. И сейчас едем с вами от Франкфурта на Одере до Берлина и дальше до Бранденбурга на Хафеле. Это почему я разделил рабочую смену на три части. Да-да, будет еще третья часть. Потому что, как мне показалось, они четко показывают различные виды, которые включает работа машиниста за время смены. В первой части это подготовка ночью без пассажиров, когда никто не видит. Переставляем с одного пути на другой. Отвозим путь на очистку туалетов, на заполнение водой. И вторая часть это чистое вождение. Такая, так скажем, непосредственная работа машинистом. Мы с вами едем. Как видите, видео снято было не вчера, почти два месяца назад, потому что природа еще такая зеленая. У нас сейчас, конечно, уже все деревья желтые, а на многих листья опали. Поэтому вдвойне приятней будет посмотреть на вот эту зелень и вспомнить, как было совсем недавно. Наслаждаемся вместе. Как обычно, не изменяя своему формату, что-то расскажу, отвечу на какие-то вопросы, покомментирую. Ездить по этой, на этом отрезке от Франкфурта на Одере до Берлина одно удовольствие, потому что все станции здесь находятся на основных путях. То есть не надо никуда уходить в кармашек со скоростью 60-80. Только надо следить за тем, чтобы за 2 километра до станции начать тормозить. Как это делать, правильно тормозить, я показывал в предыдущем видео, неизданное. А также я это выкладывал сразу, как снял, в своем телеграм-канале. Если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, то сейчас самое время подписаться. Видите станцию Пильграмм, мы проезжаем, потому что останавливаются не все поезда на ней. Мы едем экспрессом. На этих станциях, как мы их называем, в деревнях останавливается только один поезд, один в час, раз в час. Все остальные в рабочее время три поезда идут в час с разницей примерно в 20 минут. В остальное время два поезда в час. Следующая станция Якобсдорф. Что касательно меня, у меня все неплохо, в общем-то, ничего такого особенного, за исключением того, что я нахожусь сейчас в четвертом коротком отпуске, который 9 дней. Понедельник у меня снова на работу. Ну, ничего, скоро праздники. А Рождество, а в праздники, как известно, надо работать, потому что за работу в праздничные дни, самая большая доплата, за каждый час мы получаем дополнительные денежки, которые не облагаются налогами. Ну, я об этом уже рассказывал вам. Красота. Я люблю вот именно в такое время снимать, получается, самый смак, самый сок, самая красивая картинка. Поезд у нас Siemens, Siemens, D0HC, маршрут RE1, RE1, главный маршрут во всей Восточной Германии. Моя фирма очень сильно гордится тем, что она получила этот маршрут. И я вместе с ней. Видите, все равно осень уже чувствуется, но самое начало такого осени деревья уже начали играть красками. Разноцветными. Красота. Что рассказать вам, пока мы едем? График работы нам немного поменяли, как и обещали. Оптимизировали его немного. А раньше выходило так, что я работал 4-5 смен подряд. Потом у меня было 2 выходных, иногда даже 1 выходной. Если 4 смены, то, как правило, это 1 выходной был. Если 5 смен, то 2. Но смены были по 8-9 часов. Теперь мы работаем по 3 смены. Но смены стали длиннее. 10-11 часов. 3 смены работаем. Потом 2 выходных. Опять 3 смены, 2 выходных. Как по мне, мне такой график больше нравится. Гораздо лучше. Лучше отработать. Потому что 8-9, 10-11 часов не сильно большая разница. Потому что во время таких длинных смен и паузы длиннее, там, 1 час, другая, 1,5 часа. Но минимум точно 1 часа-1,5 часа будет. И уйти спокойно на выходные. Наслаждаться жизнью. Напомню, у нас рабочая неделя 38 часов. То есть такими длинными сменами достаточно быстро выбрать эти 38 часов. И получается гораздо-гораздо больше выходных. Нам это обещали еще на встрече с руководством в июне. И, как видно, сдержали обещание. Посмотрим, если так дальше будет, то мне такой график больше нравится. Ничего в этом страшного нет. Когда за меня переживают, как так? 11 часов смена. Я чувствую все силы. Мне это подходит. Поэтому не переживайте. Все хорошо. У меня между сменами есть достаточно выходных и время отдохнуть. А мы с вами едем. Видите, здесь даже сигналов особых нет. Здесь только блок-сигналы. Про них даже рассказать нечего. Блок-сигналы. Ну, они разделяют просто ветку, так скажем. На участке, чтобы в ней могли находиться несколько поездов сразу. А не так, что пока не доедешь до следующей станции или вокзала. Потому что в одном участке не может находиться ни при каких обстоятельствах больше одного поезда. Пока вот в этом отрезке находится поезд, в него другой поезд не запустят. Вот видите, этот сигнал зеленый. Я проехал, он сразу переключится на красный. Коллега наш стоит, моего, естественно. Дальше у нас идет предупреждающий сигнал. И вот я нахожусь в этом отрезке. Пока я не проеду. Вот следующий главный сигнал, который следует. Я его проезжаю, проезжаю полностью. Он тоже переключится на красный. И тогда вот тот предыдущий можно будет переключить на ожидать остановку и запустить в него поезд. Только так. Так мы и ездим. Это повышает пропускную способность. Как-то меня спрашивали, зачем там, где нет станций, также находятся сигналы. Вот это сигналы, они называются блок-сигналы, которые разделяют участок пути на блоки. Подъезжаем уже к станции Фюрстенвальде. И здесь будет неожиданно ожидать остановку. 99% всегда здесь горит нам зеленый. Но сейчас нас здесь отправят направо. И там от неожиданности этого я буду сам комментировать из кабины. Поэтому сверху нет смысла комментировать. Слушайте то, что будет происходить. Ну и наслаждайтесь видами. Слушайте то, что будет происходить. Поехали. Поехали. Фюрстенвальде. Поехали. 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 Почему нас тормознули? Zugbeeinflussung 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 Скорее всего, у нас сейчас будет ОРСити обгонять здесь Он сейчас нас направит на право, я так понимаю КОНЕЦ КОНЕЦ УДАР Или просто нет, бывает что стрелка сломала, а не то ну да бывает что либо сигнал либо сигнал сломан обычно такие маневры мы здесь не делаем и уходим сюда направо так все обороты едем дальше зуббеинфлосу зуббеинфлосу ну и да а мы едем с вами дальше Отправили нас в кармашек, а это значит, что выезжать из него мы должны с ограниченной скоростью. Если бы я вот здесь справа как обычно остановился, то можно сразу стартовать со скоростью пуфор-плану 160 км в час. Здесь выезд через стрелки со скоростью 60. Я сохраняю эту скорость не только пока стрелки все закончатся, но я еще учитываю АВБ. Я не буду сейчас в подробности вдаваться, это обширная тема, но где заканчивается этот участок, от которого я могу ускоряться. Вот видите, я два раза нажал на рычаг и пояс начал отслеживать сам свою длину. Вот здесь я проехал всей длиной состава и отсюда я могу ускоряться. Эта точка стоит в фар-плане, обозначается таким значком иены, японской иены. Называется YEN-ЦАЙХИ. АВБ это одна из таких, конечно, сложных тем во время учебы, потому что там зависит от того, какой сигнал, где, что, когда, почему. Но до меня она как-то достаточно быстро дошла. И, возможно, я когда-нибудь соберусь с силами и запишу про это видео. Здесь видели такие голубые прямоугольники. они обозначают шутштрека, где соединяются разные контактные сети. Но здесь нам ничего выключать не надо, здесь напряжение совпадает. Но почему я вот здесь опять воспользовался этим? По правилам моей фирмы, даже если сигнал показывает EL2, EL2, когда я могу обратно включать хаутшальтер, то есть я его не выключал и он стоит сразу в режиме, что я его могу включать. Но, по правилам моей фирмы, эти участки мы проезжаем все равно с нулевой тягой. То есть мы рычаг тяги выставляем в ноль и просто катимся через этот участок. Почему, не спрашивайте, не знаю. Прописано, соблюдаю. А мы учим с вами дальше. И одна из самых насущных тем, не важно, что я когда-то снимал даже про это отдельный ролик про немецкий язык. Продолжаем писать мне вопросы, с каким уровнем немецкого языка можно идти учиться на машиниста. Повторю, минимум B2, минимум B2. Ни с каким B1, ребят, нервничать начинаю. Ни с каким B1, ни о какой учебе даже речи не может идти. Вы не поймете вообще ничего. B1 это очень примитивный уровень. Это ноль. Вам даже в магазине его не хватит. С B2 будет очень сложно. Я напомню, что я пошел учиться, когда у меня был не то что B2, у меня уже был C1. И мне все равно было очень сложно. Я приходил домой, и то, что мы прошли на лекции, я сидел, перечитывал, непонятные мне слова переводил, выписывал их. С C1 мне было сложно. Про B1 забываем. Я прекрасно понимаю, что хочется как можно быстрее, как можно быстрее пойти работать, получать деньги. Но это не тот случай, когда надо спешить. Я объясню сейчас почему. Мы с вами останавливаемся. Останавливаемся на станции Хангельсберг. Здесь тоже на ней останавливаются не все поезда, а только те поезда... Вот там, видимо, кто-то перебежал. Я уже даже не помню, что там произошло, но, я так понимаю, кто-то перебежал. Такое тоже часто происходит. Едешь и видишь, кто-то пытается успеть на твой поезд. Если я вижу, если это происходит вот близко, как с такого расстояния, я уже вижу, кто это сделал, и тогда я не пускаю в поезд. Я оставляю человека стоять на платформе, думать над своим поступком, над своим поведением. Они пытаются на жалость давить. Ну почему? Ну как? Мне надо на работу, учебу, в школу, к маме, к бабушке. Нет. Перебегать через железнодорожный переезд, на котором закрыты шлагбаумы, запрещено. И люди иногда даже остаются у меня стоять, даже если это последний поезд. Не часто это происходит, но происходит. Так вот, по поводу немецкого языка. Вы, во-первых, когда пойдете, как правило, у большинства учеба платная, за которую платит биржа труда. Она вас отправит на, мало того, вы должны в фирму, которая, где вы будете учиться и потом работать, вы должны пройти собеседование. И если вы не пройдете по причине немецкого языка, то вы уже, считайте, вы поторопились и уже свой шанс израсходовали. Даже если вы пройдете в фирму и потом пойдете с этим предложением на биржу труда с просьбой оплатить эту учебу, биржа труда, ну, Jobcenter или Agentur für Arbeit, они отправят вас на собственное обследование. Они будут проверять ваши способности, на логику, на все, и в том числе они будут проверять знания немецкого языка. Если они недостаточный язык намеряют, ну, недостаточный уровень, тест ваш покажет, они вам тоже откажут. Вам это надо, это... То есть вы уже зашли далеко, вы попали туда на это обследование, на этот тест, его ждать, во-первых, долго, и вам отказ будет. Вам это надо. Сидите спокойно, учите. Плюс вам надо коммуницировать с коллегами будет, с диспетчерами. Они говорят очень быстро. Когда ты учишься, никто тебе уже не повторяет. Когда ты работаешь, никто не делает тебе скидки, они... Ты коллега, они тебя расценивают как равного. Это не курсы. Да, конечно, ты можешь переспросить, и тебе там другими словами могут ответить. Не могут, а скорее всего ответят. Но ты же не можешь это постоянно делать. Поэтому я не вижу смысла торопиться. Как минимум, B2, это самый важный уровень. Ну, он самый важный. Кто не видел мое видео про немецкий язык, обязательно посмотрите. Там я об этом все рассказываю. Чем отличаются уровни, почему я говорю, что B1 это ни о чем. Почему я говорю, что B2 это must have. Это то, что у вас должно быть. И C1 это уже по ситуации. Если у вас есть время, идите на него. Если нет, то идите сразу с B2. Справитесь, если будете прилагать усилия. Вот это то, что касается немецкого языка. Извините за эмоциональность, но просто когда задают один и тот же вопрос, просто десятки, сотни раз одно и то же, про то, что ты рассказывал, приходится отвечать вот так. А мы с вами останавливаемся на станции Фанкшлёйзе. Именно вот на этом участке я снимал видео, как правильно тормозить. Внимательный зритель это уже сразу отметил. Мы останавливаемся на станции Фанкшлёйзе, которая рядом находится прям с фабрикой Тесла. Гигафабрика. Она вот там слева. И на ней часто заходят и выходят сотрудники Теслы. У них такая чёрная форма. Их сразу видно. И когда у них смена заканчивается, вот с этого расстояния, при подъезде к платформе, я уже вижу, что целиком платформа, она вся чёрная. Чёрная от этих сотрудников, их там очень много, они едут домой. Но не в этот раз сейчас будут. Будут просто, насколько я помню, жители этой деревеньки, так скажем, городка. Не будет сотрудников Теслы. Видите, мост временный такой пешеходный, его сделали специально, потому что именно здесь, вот на этом переезде, перед этой платформой больше всего перебегало. Они прям, знаете, как олени бежали такие. Я имею в виду олени в плане, как стадо такое бежит. И они, чтобы успеть уже на подходящий поезд, они прям перед нами перебегали. Очень много было случаев прям стрессовых таких. И вот специально для них построили такой надземный переход. Вот, и с того момента, по крайней мере, я больше не видел, чтобы кто-то прям передо мной перебегал. АСП. Поменяли пассажиров. Есть такое выражение. Фаргаст вексель. То есть это переводится. Смена пассажиров. Одни вышли, другие зашли. У нас есть такой профессиональный термин. Фаргаст вексель. А мы тем временем чим. Вот видите, там, где слева просвет такой. Там есть фабрика Тесла. Я вам это уже показывал. Следующая станция Эркнер. Для меня это уже почти Берлин, потому что это конечная станция берлинского С-Бан. Городской электрички. А там, где ходит С-Бан, это уже, считайте, Берлин. Я всегда, когда подъезжаю к Эркнеру, и у меня в Берлине заканчивается смена, я уже считаю это как дома. Что вам еще такого рассказать? Рассказать, спрашивают, какую учебу выбрать. 11 месяцев или 3 года. Так вот, 3 года это для школьников, которые идут делать аутбилдинг сразу после школы. Они у нас учатся. Такие группы я их видел. И те, кто там учатся, но это просто дети, понимаете, это там 15-летние дети. Если вы взрослый человек, и уже у вас есть образование, то делать вам, естественно, там нечего. 3 года это называется аутбилдинг. И быстрое обучение, так, Берлинштик. Это 11 месяцев, если у вас уже есть образование какое-то, вы можете идти быстро, просто переучиться. Также его могут назвать умшулинг или вайтербилдинг. То есть это все идет об одном и том же. О быстром переобучении. Природа красивая. Надеюсь, поняли, да, чем отличается. Аутбилдинг от Гверенштик. Байтербилдинг и умшулинга. То есть аутбилдинг для молодежи. Для тех, у кого кроме школы ничего нет. Поезд проскальзывает. Это, я думаю, слышно хорошо по звуку. А мы останавливаемся в Веркнере. А мы останавливаемся в Веркнере. А. Ф. П. И едем дальше. Вот видите, справа берлинский С-Бан уже. Поэтому я говорю. Когда видишь С-Бан, чувствуешь себя уже дома. Кстати, именно вот с этого момента, я снимал свое на настоящий момент самое популярное видео. Центр Берлина глазами машиниста, у которого уже 56 почти тысяч просмотров. Если не видели, обязательно посмотрите. Потому что мы сейчас с вами тоже до Берлина доедем. Но только до Александр Плац. Небольшой спойлер такой. А дальше через весь центр Берлина, через исторический, вот эта вся красота в том видео. Поэтому я не стал дублировать. И мы в четвертой части. Не в четвертой, в третьей части. В четвертой. В третьей части. Видео про рабочую смену машиниста. Начнем тоже не с Александра Плаца, а чуть-чуть подальше от Оздома. Потому что все это снято примерно так же утром. Прям картинка практически один в один. Нет смысла дублировать. И следующая станция у нас уже в прямом смысле Берлин. Берлин-Остбанхофф. Берлин-Восточный вокзал. До него будет Осткроиц. Но на момент съемки этого видео, там делали такой навес над платформой. И поезда не останавливались. Мы проезжали его сперва в одну сторону. Сколько-то. Не помню уже точно, сколько времени. Типа две недели. Потом в другую сторону. Или даже больше двух недель. Сейчас конкретно в сторону Берлина не останавливаемся. Но вы сейчас увидите попозже. Здесь пока еще можно 160. Справа это пути. С-бана. Это сразу можно легко отличить. По контактному рельсу. Они ездят на прямом токе. Потому что по контактному рельсу передается прямой ток. У нас переменный ток. С мощностью 15 кВт. Мощностью. Напряжением 15 кВт. И мощностью 16,7 Гц. Путаюсь в понятиях уже. Помню, как сейчас это утро. И приятно с вами пересмотреть. И через какое-то время нас начнут затормаживать с вами. Сперва 160 перейдет в 120. Потом 120 в 50. Потом после 50 снова 120. Потом 60, 100 и так далее. Но не будем спойлерить. Вот я уже АФБ. Это значит я выключил тягу. И всегда вот когда начинается вот эта стенка справа, я начинаю уже подтормаживать. Чтобы на знаке ожидать 120 не резко тормозить, а спокойненько так. Снизится. Вот видите, слева и справа вот эти желтые треугольники перевернутые с цифрой 12. Это и есть ожидать 120. Потому что последний ноль не пишет. И вы это помните. Я об этом уже много раз рассказывал. Это постоянный знак, который снижает скорость. То есть он стоит здесь на постоянной основе. А откуда именно 120? Вот видите, в белых прямоугольниках цифра 12. Отсюда уже носом я должен ехать. 120. Но есть такие же желтые треугольники. Они по факту издалека выглядят только так же. У этого единственного, там где было 120, у него рамка черная еще. Но она такая тонкая, ты ее не увидишь. Но есть временные. И у временных две желтых лампы. Это будет чуть позже. Вот видите, вот эта пятерка, она тоже без этих желтых ламп. Снизу, снизу на вот этом, на масте, на столбе, на котором она стоит. И рамка там черная. Эти 50 здесь тоже, они постоянные. Это у нас Кёпенник. Это уже конкретно район Берлина. Удаленный, но это прям Берлин-Кёпенник. И здесь они вот эту станцию будут переделывать на вокзал. И когда они сделают в 25-м году, здесь будет останавливаться вот этот поезд РЕ-1. Мы ожидаем, что все. Поезда будут просто полные ездить. Вот видите, эти две пятерки слева и справа. Отсюда надо 50 ехать. И соблюдать эту скорость до того знака, который не разрешит ее повысить. Но бывают и временные такие знаки установленные. Как их отличить, я вам покажу чуть позже. И картинку прикреплю, и живьем вы его увидите. Вот 12 было в прямоугольниках слева и справа. Отсюда, когда я проеду, я могу ускоряться до 120. Вот это отсюда. Здесь такой большой... Отсюда можно, если туда вот налево уехать, в аэропорт попасть. И в Лихтенберг. То есть, такой... Узел большой. Сейчас проезжаю мой любимый парк. Ульхайден. Где... Детская железная дорога. Там, где, помните? Снимал свой любимый ролик... Про модуль Ранжирен. Вот одна из станций сейчас слева была. Отсюда вот слева мы выезжаем, когда из аэропорта едем. Допустим, когда РЕ-8 я веду. И сейчас будет... Вот видите, несмотря на то, что здесь стоит 120, нормально, в нормальном состоянии, но здесь будет сейчас участок временной из-за повреждения ожидать 60. Видите, сам же знак выглядит так же, но вот эти две желтых лампы снизу, это говорит о том, что это другой сигнал. Сигнал LF-1. А тот желтый треугольник, который был 120 и потом 50, это LF-6 сигнал. Два разных сигнала абсолютно. Хотя и выглядят почти одинаково. И вот у этого сигнала LF-1, временного, у него начинается именно этот участок, откуда ограничение скорости, не шестерки в белом прямоугольнике, а анфанк с шайбы. Такой желтый прямоугольник с буквой А. Анфанк. Анфанк это начало на немецком. Сейчас увидите. Вот она стоит справа, буква А. Отсюда я должен носом уже 60. И участок действует вот до этой буквы Е. Энде. Эн-шайбы. Видите, я пощелкал, пояс сам посчитает, когда я проеду. Очень удобная функция. Вот, я проехал и могу ускоряться опять. Очень удобная функция именно тогда, допустим, во время маневровых работ, когда я маневрирую со скоростью 5 км в час, 10 км в час. Щелкаешь его, и ты точно знаешь, когда ты проехал, допустим, ручные стрелки. После этого можно до 20 ускоряться при маневровых работах, до 25 вернее даже. Вот сотка опять, это постоянное ограничение. Сейчас будет следовать участок со скоростью 100 км в час. Здесь много, так внимательно надо ехать на этом часе. Но когда знаешь, все, ездила уже тысячу раз, ничего сложного нет. Девятка снизу стоит, и стрелка направо указывает. Это говорит о том, что этот сигнал относится не к нам, а к С-бану. Если бы стрелка показывала налево, то он ко мне имел бы отношения. Вот видите, 100 сверху, и стрелка налево показывает. Да, налево. Ах, лево-право, мои любимые. Отсюда носом 100 уже можно. И сейчас будет еще одна. Временное ограничение, ожидать 70, это при проезде платформы в Оскроите из-за ремонтных работ. Вот 12 снизу, это ко мне, а 10 направо показывает, это к С-бану. Ничего сложного нет, не надо паниковать. А мы катимся уже с вами по Берлину, район Руммельсбург. Вот видите, тоже восьмерка в треугольнике, направо показывает. Сигнал не мой. А вот семерка временная, моя. Подверждаем ее. Хотя там стрелка направо показывает, но это другая стрелка. Это та стрелка, она говорит, для какого пути, который направо уходит. И видите, здесь специально повторяется. Вот если бы я ушел налево сейчас, то для меня бы не было ограничения 70. А вот это, на этом пути это действует. Но я не хочу вас путать, это сигналы. Те, кто учатся, выучат это. Те, кто... Ну, в общем... Всему время нужно. Вот он, Ост Кроиц, наш любимый. И перед самой платформой будет стоять буква А. Анфанкстафель. Значит, отсюда 70 я могу ехать. И еду. Как только платформа закончится, будет стоять буква Е. Сигнал говорит ожидать 100. Вот отсюда Е. Нажимаю, чтобы самому не высчитывать. Машинист ленивым стал, чтобы поезд сам посчитал, когда он проедет. Знак. Вот отсюда можно. До 100 нет смысла, потому что... За Варшавуэрштрасс будет точно ожидать 60. 70-80 самое тонн. А мы заезжаем в мой район. Это мой родной, мой родной любимый район, где я живу. Фридрихсхайн. Тот район, который никогда не спит. Круглые, круглые сутки движуха. Варшавуэрштрасса. Но это станция только для С-Бана. Вот видите, как я говорил, на Варшавуэрштрассе ожидать 60. Здесь без вариантов. Подтверждаем его. Ах, сейчас бы такую погоду, да погулять по своему району. К сожалению, уже у нас прохладно и пасмурно. И у нас знак говорит, ехать 60, ожидать остановку. Хайтер Варшавуэрштрасс. Подтверждаем его. И заезжаем на Осбанхофф. С-Бана. Продолжение следует... Ну и мы едем до Александр Плац. Дальше, как я уже говорил, весь проезд через центр Берлина, вы можете посмотреть в отдельном видео. Центр Берлина глазами машиниста. Если не посмотрели, обязательно посмотрите. Ну а я, друзья, благодарю вас за то, что остаетесь со мной. Спасибо за то, что подписались на мой канал, смотрите мои видео, комментируете их. Интересные вопросы, на те, на которые я не отвечал видео, я отвечаю. И общаюсь со всеми своими подписчиками в Телеграме. Если вы еще не подписаны на мой Телеграм, обязательно подписывайтесь на него, там я выкладываю. Много видео, фото с моих рабочих смен каждый день и не по разу. Там легко мне задать вопросы, я отвечаю на них. И подписывайтесь, конечно, на этот канал, если до сих пор не подписались. Ставьте лайк этому видео, если оно, конечно, вам понравилось. Оставляйте комментарии, что было непонятно. Может, какие-то вопросы возникли или пожелания. Я все комментарии читаю. Вот мой любимый момент, когда появляется башня, красотка такая. Вообще обожаю это место, когда ты едешь, виляешь между этими домиками. Уникальное место, именно вот здесь водить, именно вот здесь водить поезд. Настоящий кайф. Едешь, прям центр-центр, центре не придумаешь. Ну все, друзья, пока-пока. И ждите третью часть рабочей смены машиниста. Будет тоже очень круто и очень интересно. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!